Пока одни прячутся от дождя дома, другие отправляются в лес. Грибной сезон официально открыт. Об этом говорят полные прилавки в рядах уличной торговли. Утром грибники идут в лес, а после обеда выставляют на продажу урожай. Почем продают, где собирают и не нарушают ли санитарные нормы челнинские грибники, а также о чем нужно помнить, отправляясь в лес, расскажет Ландыш Капранова. В Челнинце открыли грибной сезон, но главное в этом деле безопасность. В самое активное время сообщения о заблудившихся приходят на пульт спасателей практически ежедневно. В основном люди теряются в Боровецком лесу. Поэтому сотрудники МЧС советуют ходить только в проверенные места и желательно не в одиночку, а главное брать с собой мобильный телефон. Хоть лесу сети не ловят, но на 112 можно позвонить в любой ситуации. Владимир Писар частый гость в лесу, поэтому ориентируются здесь хорошо. Не сбиться с пути грибнику со стажем помогают различные метки, например, поваленные деревья. Боровецкий лес богат маслятами и белыми грибами. По рассказам челнинцев, можно собрать пятилитровое ведро за час, не заходя вглубь чаще. Чем ближе к дороге растут грибочки, тем выше риск отравиться, ими напоминает в Россельхознадзоре. Опасно у проезжей части не только собирать грибы, но и продавать их. Такие продавцы при виде камер беседуют неохотно. Наказание таким торговцам от Россельхознадзора не грозит. Тем, кто реализует грибы в малых количествах, акты фитосанитарного контроля иметь не обязательно. Но необходимо помнить другие правила. Это касается только оптовиков. А что до мелкой торговли грибами, то она кипит на остановке бумажников. Здесь богатый урожай из разных лесов. Мы вообще объедем в Кировскую область за грибами. Продаем по 400 рублей ведро, по 300. Разные, смотря какая величина гриба. Мелкие дороже. Ну мы только пришли с лесу. Вот. 9300 рублей метилитровое ведро продаем. Просто можем дешевле отдать. Грузди из Ижминвод, а белые грибы из красного бора. Ведро белых можно купить за 500 рублей. «Белые грибы я уже с начала августа продаю. Каждый день вот так, по 10 ведер. Каждый день». Завтра в Татарстане снова ожидается дождь. А значит, новая партия грибов появится на прилавках совсем скоро. Специалисты напоминают, что к выбору следует подходить тщательно. Не приобретать товар у дорог, обращать внимание на внешний вид и после покупки долго не тянуть с готовкой. Грибы – один из самых скоропортящихся продуктов. Ландыш Капранов, Андрей Баслаков, Дмитрий Кравченко, Челны 24.